я хотел спросить по поводу проповедей да ну тут вот не воли ты не надо их отправлять на исправление я почитал она как исправляет у него на окончании еще не знает после нее надо исправлять но еще там легче будет все таки большая часть уже будет обмолочена не знаю вот которые смотрели я смотрю намного легче когда совсем нет он-то указывает где там пропущено или непонятное слово вопросики поставили я имею ввиду что она пусть другим занимается чтобы это не тратилось а то она аж мне написала я прочитал она сказала посмотри вот я поисправляла я посмотрел там действительно потом исправлять вы про кого говорите то кто кому советовали то девора девора ну у него там есть кому я говорю ты поговори с своим хозяином и вселенной и у тебя вперед будет двигаться то это грамматика грамматика это не надо же верить не верит она это грамматика но она насчет что делать получится она новых работников человек всем достала я знаю тут у нас группа же есть в ватсапе телеграме мы оттуда берем оттуда люди хотят помогать да вот вот другой вопрос мы сейчас начали отправлять проповеди для исправления да да вот а проповеди для печатания у вас есть список новых проповедей но я который послал вот эти вот есть а эти теперь до них сейчас очередь дойдет я ими заниматься буду ну то есть вы потом будете посылать опять видео для печатания по 10 штук буду отправлять вам нет это вы мне будете отправлять чтобы я добавил себе в общую а я имею ввиду видео ссылки на видео чтобы напечатать все у меня больше нету деньги 10 вот девора дала 10 нашли там вот я эти часто будут подходить я их распределю по одному потому что мы в общем нашли на канале я уже говорил 298 проповедей уже где-то 200 из них 220 210 уже распечатал уже напечатают люди получается у нас осталось где-то 70 проповедей надо напечатать ну так просто не ответишь это который я слежу за этими то они у меня здесь которые уже напечатанные с не напечатанные вот только 10 сегодня давай это у меня больше нету не напечатанных вот нет она сейчас будет добавлять она сейчас занимается сверкой я жили все проповеди нашел и она теперь будет вам присылать но никак не мне не позже 10 года не раньше 2010 год это окончание 38 томов которые были 33 том на этом заканчивается потому что там есть 2008 года надо набрать но я не проверяю может быть какие-то не вошли все-таки книги я и сказал проверять несколько слов брать из проповеди и искать у нас поисковики среди среди не знаю что там найдут вот она надела дала 10 я опять буду давать а они сразу проверяет и говорят повтор повтор одна тут была я девять раз ей посылал все оказались повторы то есть концовка но потому что еще не были собраны теперь мы все собрали и где-то 70 осталось не напечатано 70 но я их не знаю у меня их нету она правильно сказал чтобы я их раздавал мне надо и скинуть вот она вам 10 уже сбросил до 10 я их не трогал еще вот и она будет час каждый день сбрасывать поскольку она это долгий процесс она их находит хорошо вот ну все-все а то она беспокоилась то что меня спрашивают а что больше не будут раздавать проповеди я буду будут просто еще время не дошло вот время раздавать те которые вот это которое исправлять я их уже практически раздал где-то у меня получилось 19 но паде 19 человек и по 10 вот считай 190 я уже раздал они по одному теперь проверяют запятые разные все это выводят и скидывать на меня я в отдельную складываю кучку их все а потом уже из них там посмотрим какая работа нужна будет да но даже те которые вы мне сбрасываете там надо писание приводить порядок писание ну ссылки написания да ну да мы еще раз пересматриваю получается ну писание тогда а поиска по писанию будет делать или по названию по писанию нет название тоже будет я так думаю будет все распределено как писание матфея марка муки и папки проповеди идут но отдельно будет оглавление по алфавиту у меня там на сайте как раз так на сайте на сайте как раз так и сделано но там года не указаны мы вообще от года от года вообще оторвемся не привяжемся к писанию и названию нет но это там потом над которая пятерым раздавали на 5 книг вот там абсолютно точно сказано что они закончил я несколько раз уже вас спрашивал к и чем заканчивается тридцать третьим томом открытым оком вот за это который там последний был вот только то надо брать иначе это повтор начнется а нет это понятно это понятно конечно это речь не об этом я имею ввиду смотри вы представляете как будет вообще расположение мест расположение проповедей ну вот так вот его проповеди по первой главе ну там по стихам выбирать то не надо надо брать по порядку в самом начале делал матфея теперь оставляешь который марка а теперь который матфея глава какая за кого и туда вставляешь это раздвигаешь а тут раз попало тебе послание к евреям ты поставил его между ними теперь остальные ты знаешь как полпают и идут библии нет это знаю конечно это одна таблица должна быть одна тогда легко найти где они будут не по названию а по местам писания ну нет я это конечно там будут места писания но заголовок в любом случае вот а заголовок это отдельное в оглавлении сделать в оглавлении тогда отдельно указать какая страница все по-другому это же название полпавит в буква какая начинается и брать надо не просто название а что-то такое в названии просто слово одно главное по нему теперь определяй ну ключевое то есть надо прочитывать и ключевое определяет слова да да я вот это есть скинул сегодня по которой я делал схеме вот это там есть там все сказали это взято по порядку по порядку уже готовая ну это да теперь мы добавляем и все равно будем перед как бы там где уже есть ссылки писания мы их сразу строим ну да строим таблицу а эти новые будем туда добавлять я хотел отдельно выделить по праздникам отдельно отдельно так и есть вот когда смотрите на сайте на сайте у меня там по отдельно праздники идут там все так и сделано отдельно по местам писания по нижним с матфея которые дальше идут ветхий завет там касается оттуда все это отдельно взято вы откройте посмотрите еще раз как там сделано я это все постоянно смотрю я постоянно думаю смотрю и как это все там располагать я ничего пока не делаю она мне пока будет люди подходить вот эту десятку я ее раздам а потом которая отдельно делает десятку по одной проверять это я уже в отдельные папки его отдельная папка на в папке находится чтобы я все что вы мне сбрасывать я вообще все в одинный файл делаю проповеди ну да ну да это потому что это новая их там нету которая уже в книгах вот я когда последняя здесь пройдет вы тогда прикиньте сколько будет страницы сколько тамов не меньше того что вы сказали ну да это допустим я думаю как смотрите проповедь название проповеди и вот здесь местописание или вот здесь местописание и тут название одной линии потому что чтобы нет чтобы ни одну строчку не потерять ли что вместо не было лишнего ну да надо но надо делать чтобы это один занимался иначе сразу путаница будет однозначно я пока этим не буду заниматься просто пока мне нужно чтобы все проповеди были иначе я их распреднять не смогу ну вот эти еще только два осталось и незаконченные я сказал у этой взял у ирины у нее там стоит про на одном месте 270 страниц я отдал ее грибанову ивану он свое сделал теперь эту дело это осталось еще ткаченко там екатерина все на 5 уже все будет сделано все как только я это получу я сразу начну книги прям распределять да но сейчас я их ожидаю а сам здесь сделаю ну и батюшка приезжает обходя на те недели думал не будет и опять готовлюсь к проповеди и вот эти которые последние идут на каждую неделю одна проповедь чем дальше идем тем больше накопление будет вот прошедшее воскресенье у меня было объезды и ездры проповедь ездра как мы выморили не знаю не считал здесь конкретно да главное лемешев один димитрий попросил у него марком звать младенца но я принял его чтобы ребенок был послушен родителям и и он говорит в начале молиться у него совсем другой характер он такой послушный что был проповедником миссионером но я отдельно молюсь его и вот этот был ягудаев владимир который брал ну и там он еврея и главное ребенка назвал моим именем настолько принесла прислонился ну и теперь ездра у меня три младенца каждый день я их 3 провожаю перед богом встречаю ну господь это все делает но на димитрий не скажешь насколько он рад прям вот такие изменения начались я попросил когда молиться не ожидал это бог делает я говорю чтоб послушным родителям был и правда ребенок сидит там в коляске или где-то какие глаза у него как будто взрослый человек и говорит ну которая на равном уровне дети даже сравнять не приходится такого возраста ну так вот ну ладно давайте ждем это главное в этом знаете михаил махов-то отлученный там там придумал он обитель ангелов и по каждому вопросу он допустим нужно сказать три строчки у него получается 300 он говорит что только видит и ну и главное народный батюшка с него сан снятый он с колдовством сильно занят был говорит все такое и теперь подписывается ну и как-то что он такое где-то задел я не знаю что то ли златоуста или что но я ответил он сразу на меня кинулся и отступил больше не трогает у него ничего нет он городит и городит и писание что библия там что она вроде главное нашли еще это вот такое начал говорить но ясно за этот надо как-то спросить человека а люди хоть какой будь там кто-то ети верит и им разницы никакой нет ой батюшка ой батюшка он расплывается а там ничего нету ни от батюшки не от человека приют это означает беспризорные где-то ангелы беспризорные разве могут быть приют ангелов ангелы с большой буквы то есть он такой что ангелы только у него находят утешение ну только это христос я вот смотрю сейчас вот он безумие какое и вот как у на перевале дятлова это по не поехали за золотом золотом и вот золото и там от манси напали там ну разное такое ну городе что попало я вот сейчас прослушал потратил еще пять время почти час целый говорит и по делу ничего не говорит я в конце скажу дальше я в конце скажу а в конце сказал бяка он не один скажи как у них изнутри могло быть все переломано и никакой гематомы нету простой вопрос ни один не ответит убийство совершилось изнутри как бы машина на большой скорости ударила откуда и дальше какая была цель эти никакая партия партия съезд был доказать они же прямо говорят это был подарок там двадцатому съезду партии он начинает золото было там попрятана его там манси то ну такую галиматью гоня и все равно люди находятся слушают батюшка ой батюшка да он сколько я гляжу от которой отлученные были медь даром не проходит они как обкуренные о чем угодно говорят писали ни одного нету что писание поэтому было то их рисует они там вместе знаешь не хочу называть даже смысл то понятен ну конечно мудрее всех устроен тот у кого деньги где-то симонеи на молитвах ну вот и все я как рассказал два слова разбирал что такое соглашение согласия по согласию это мы согласились с вами о чем-то а по соглашению это договор соглашение между ребентропом и молотовым это соглашение с дьяволом у них нет больше другого никакого где-то вида на что платить за молитву все понял точно точно ну вот я это уже проповедь сказал что такое соглашение не называя никого ну и они не понимают что делать самое главное главное хорошо жирно у них все есть и все симония проклят кто это делает и кто других питает ворованный брал ты делаешься таким же соучастником главный тапахан то он награбил а теперь делится с этим а им разницы никакой нету но у бога то разница есть почему я как раз основание взял не вносите в храм цену блудницы пса вот здесь вот если вы разбра разбратили людей сами этим питаетесь а люди я подумал что еще дал он за меня молятся там сегодня пустое все это за молитвы деньги платить нет это симония почему потому что симон когда просил он тоже помолись за меня за них даже молитвы нету в конце говорит помолитесь петр не отвечает ему это грех в котором нет покаяния нет они не принимают этого покаяния ну как я вот правильно был такой это уже ересь он шагнул через заграду церковную что за деньги молитвы определенные люди будут и там это миллион людей это уже миллиард рублей ну да ну да но и результата какой люди вообще бога не знают а когда скажешь как есть говорит писание да вы со своей библии как баптисты носитесь это награда за такие слова я не знаю то есть еще а вы вы про сон почему сбросили про сон про сон вопросы были выставила там видать это наталья усатая она берет мои ответы а тот проповедь а сироткин выставил но у меня к этому сразу прислонилась недавно вопрос был я их соединил с тем что было и как ничего такого не было вопрос и мой ответ они взяли то из моего материала а теперь я его туда прикидываю и вот там такой как правильно уснуть я не знал как правильно мне это было показано я ложился спать у меня кажется 47 секунд на засыпку ходилось чтобы заснуть ложусь и чтоб под головой там было там фуфайку даже свернул где-то как он наполеон перед битвой остается 4 часа ложился спать главное это спокойствие никто тобой не обижен дальше не объедение но это должен все время трудиться вопрос простой а то я не могу там вот со мной в камере был один таблетки глотал таблетки глотал там директор такой важный у него ком 5 космонавта отдыхали главное рыбак алтайского края север владимир митрофанович все нету умер организм главное ему пробудить все что в нем заложено вот это главное а если сегодня сегодня завтра послезавтра пришла у нас одна болящая и принесла какой-то тюбик хорошие лекарства надо натереть мне колени то болят они не болят ну ходить не дает я говорю что теперь ведь это не не коленем только она разносится по всему телу попадает на сердце на легкие на печень мне зачем это а что делать мне вот сказали которые вчера я первый раз от и лекарства взял какое володя купил небольшой тазик такой не железно целлулоидный как раз две ноги два литра воды переносимой температуры на две литры ложка соды больше ничего нету и потом тщательно вытереть а сегодня я спрашиваю любовь николаевна можем медом помазать я без разрешения ничего не делаю она врач терапевт можно вот сегодня себе господь благословите а второй раз и уже легче стало я вот хожу здесь по комнате сколько пройти туда и развернуться ну получается у меня здесь почти 6 метров и обратно мне 300 раз надо пройти чтоб 300 километра 3 километра набрать гимнастика движение но и молитва конечно я все время святой водой мажу больные где даже бы за больной не больной а ну что-то не ладно я святой водой все крестом и на этом все вот сейчас смотрю если господь благословит в субботу у меня будет проповедь если некоторые спрашивают уже какая будет невидимая вечно а видимой временно вот так ну если это мы издадим вот это удастся издать это ну это последнее всего я бы уж так говорил я одно дело хотел тайно сказать но вот сейчас мы отключимся и я скажу и сразу уничтожить это где деньги можно добыть ну все вопросом нема так я выключаюсь выключайтесь